Инициативные группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов президента Республики Беларусь в первый день нового этапа электоральной кампании организовали пикеты в разных локациях областного центра. Один из таких расположился возле центрального рынка, одного из самых оживленных мест. Сегодня на старт, даже праздничный день, 7 ноября, все члены инициативных групп, сегодня вышли на пикеты по городу Бреста. По городу Бреста у нас более 10 пикетов, поэтому, невзирая на такую морозную погоду, люди активно участвуют в сборе подписей, на таких более активных участках многолюдных. Люди идут, подписываются, ставят свои подписи, поэтому старт, я думаю, что в Брестской области хороший. В сбор подписей вели члены инициативной группы одного из потенциальных кандидатов в президенты. Люди принимали активное участие и не оставались в стороне. Я сюда перешла, чтобы сегодня выразить свою гражданскую позицию, потому что для меня важно, в какой стране я дальше буду жить. Мне очень важно, что наши дети будут ходить, учиться бесплатно, что наши, и мы в том числе, и дети, и наши матери, наши отцы могут получать сегодня бесплатное медицинское обслуживание. Очень важно, что сегодня у нас приемлемая пенсия. Поэтому сегодня мы здесь и стараемся поддержать того человека, который любит нас. Как говорят, один за всех и все за одного. Но не только здесь был организован пикет. В это морозное утро осуществлялся сбор подписей членами инициативной группы еще и на улице Советской. Первые фамилии уже появились в подписных листах. Среди тех, кто оставил свои данные, брещанка Елена Кармаш. Я считаю, что каждый человек должен воспользоваться своим правом на то, чтобы выразить свое мнение. И раз оно нам предоставлено, мы в полном объеме можем выразить именно то, чего мы хотим. Я, допустим, хочу, чтобы у нас в Беларуси оставалось, как и прежде, мир, спокойствие, чтобы мы могли спокойно работать, а дети спокойно учиться. Проявить активную гражданскую позицию, сделать выбор и поддержать своего кандидата могли все желающие. И таких было много, что говорит о том, что белорусам не безразлична судьба страны. Мы видим, что в последнее время, в последние 30 лет, очень многого достигла наша страна, очень много принималось правильных, своевременных решений. И сейчас мы подошли к такому рубежу, когда необходимо нам очередной раз сделать выбор, как мы дальше будем жить и существовать. Поэтому хотелось бы, чтобы все граждане нашей страны проявили свою гражданскую позицию и выразили свое мнение по дальнейшей истории нашей страны. Поставили подпись за того кандидата, в ком они уверены, с кем хотят дальше развивать наше государство. Еще одной площадкой для организованного пикета стал центральный универмаг. Эта локация пользовалась спросом не меньше других. Люди подходили, интересовались, подписывались. Молодежь становится все более активной в политической жизни и готовностью участвовать в выборах. Молодые люди, члены инициативной группы понимают, что голосование – это наше право и обязанности. И мы хотим участвовать в политической жизни страны и влиять на ее будущее. Считаю, что очень важно участвовать в выборах, проявлять активную гражданскую позицию, потому что мы сами выбираем то место, в котором нам жить и каким оно будет. И важно прививать это и подрастающему поколению, тоже показывать собственным примером свой выбор. И я выбираю Александра Григорьевича Лукашенко. Я как мать, я выбираю спокойную, стабильную страну, в которой мой ребенок сможет спокойно жить, где я не буду переживать за его безопасность, где все будет стабильно и главное – спокойно. Сейчас главное – спокойно. Одной из многочисленных площадок для сбора подписи кандидатов в президенты стал торгово-развлекательный центр «Экватор». Окруженные житейскими заботами и детьми, жители Бреста активно проявляли свою гражданскую позицию, не упуская возможность повлиять на политическую жизнь родного государства. Сейчас идет активная фаза сбора подписей за кандидатов в президенты. Это очень важный шаг. Мы выбираем, за кого мы в дальнейшем будем голосовать, кто проходит, у кого на данном этапе более, можно сказать, правильная позиция. Каждый человек для себя ее выбирает. В будние дни у нас с 16.30 до 18.30 можно поставить свои подписи, в выходные дни с 12.00 до 15.00 часов. Одной из первых оставить свою подпись поспешила Светлана Шукайло, директор торгово-развлекательного центра «Экватор». Подчеркнув важность сопричастности к сегодняшним пикетам, она обосновала свою позицию. Любые выборы – это определение направления развития нашей страны, нашего государства и, в первую очередь, нашей Родины, в которой мы живем. И каждый человек, конечно же, хочет, чтобы его Родина процветала, чтобы его Родина развивалась. Я считаю, что каждый гражданин должен выразить свою гражданскую позицию. И таким образом мы, работники «Экватора», выражаем свою позицию, мы поддерживаем предвыборную кампанию, литеральную кампанию, которая сейчас проходит, и активное участие принимаем в дне. Несмотря на то, что первый день подписи к пользу кандидатов состоялся в выходной праздничный день, активные граждане не отсиживались дома, а поспешили к ближайшим агитационным пикетам. Уверенной и широкой подписью люди поддержали своего фаворита. Сегодня мы здесь выражаем свою активную жизненную позицию и отдаем подписи за будущее нашей страны, за выборы президента. Будущее в наших руках. Мы думаем о будущем наших детей, наших внуков. И хотим, чтобы оно было мирным. Выборы, не пропуская ни одни, всегда участвую. И это очень важно. Все-таки выражение политической воли очень важно. Если не мы, то кто? Вся жизнь – это выбор, который стоит перед нами ежедневно в разных аспектах жизни. И ответственность, как и принятие выбора, нам нести самостоятельно. Это мы определяем, каким будет наше государство не только для нас, но и для наших потомков. Всю свою сознательную жизнь я всегда участвовал во всех политических процессах, которые проходили в Республике Беларусь. Потому что я оптимист, и я считаю, что мы можем изменить мир к лучшему. Уровень развития общества такой, что только соседи нам могут позавидовать. Поэтому я пришел с той целью, чтобы сохранить то, что есть. Чтобы дети и мы тоже жили под мирным небом. Чтобы общество было единым, дружным. Чтобы внешняя политика государства нашего была миролюбивой. Каждый человек мечтает прожить жизнь, окружая себя счастьем, благополучием и любовью. И все, о чем мы мечтаем сегодня, легко может стать нашим будущим уже завтра.